Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на неделе докладывал Путину о состоянии дел в части уголовного преследования предпринимателей. Там Татарстан оказался не на самой лучшей позиции, занял свое место в рейтинге. Скажите, пожалуйста, республиканские власти, Казанский Кремль, как оценивает доклад Титова, представленную статистику, и что намерены делать республиканские власти для того, чтобы разрешить ситуацию с преследованием бизнеса? Мы давали оценки чьим-либо докладом неуполномоченные, но видели его, знакомились, тоже слышали о нем. Вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, с теми проблемами, которые возникают у бизнеса в республике, даже в самых малых районах, они находятся ежедневно в повестке совещаний наших субботних с участием президента. По два района докладывают по тому, какая у них ситуация сейчас происходит по поддержке, по развитию малого и среднего бизнеса, плюс самозанятые сейчас подключилась категория. Перед тем, как эти главы районов выступают с этой трибуны по субботам с докладами, уполномоченный наш предпрезидент республики Татарстан, Нагуманов, выезжает в эти районы, где проводит встречу с предпринимателями. Вместе с ним на этих встречах присутствуют при необходимости представители прокуратуры, представители налоговой службы, для того, чтобы, если возникают вопросы, связанные с тем, что где-то оказывается какое-то давление административное, не административное, если есть проблемы у бизнеса, чтобы они могли тут же проанализировать ситуацию. Нагуманов после выступления каждого главы района, президенту докладывает по той ситуации, по его выезду, какую обстановку они там выявили. Министерство экономики выезжает с балансовой комиссии в эти районы, для того, чтобы оценить, какая ситуация бизнеса, в каком направлении они развиваются, какие вопросы возникают, также президенту докладывает. То есть это такой комплексный доклад президенту, чтобы он конкретно по каждому району ситуацию понимал. Безусловно, причем это работа системная, то есть они проходят цикл. Вот сейчас главы выступили, а потом заново по той же логике, там условно через три месяца попадает следующее выступление главы, они докладывают, какая ситуация на сегодняшний день, как себя чувствует бизнес, какие у него проблемы, какие вопросы. И таким образом это такая системная работа президента, он ее вот буквально несколько месяцев назад, она началась, для того, чтобы здесь и сейчас видеть, какие проблемы возникают у малого и среднего бизнеса на местах. То есть эту ситуацию мы отслеживаем, президент дает поручение в случае необходимости, где-то возникают какие-то вопросы, как говорится, связанные с давлением и правоохранительных органов. Присутствуют представители прокуратуры, которые в этих вопросах разбираются, насколько обоснованы, не обоснованы те или иные проверки в отношении бизнеса. А как часто приходится Рустаму Нургалевичу обращаться с подобными предложениями? Это не то, что обращаться с подобными предложениями, это еженедельно по субботам в присутствии всех ответственных лиц, то есть это глава района выступает, конкретно рассматривает, если есть какие-то там конкретные проблемы. Они озвучиваются уполномоченным, как человеком, который защищает интересы бизнеса, озвучиваются министром экономики. Если есть необходимость уточнить какую-то информацию правоохранителя, они тоже здесь присутствуют, и президент уточняет. Эта работа ведется так системно еженедельно.